Виталий Дмитриевич Гапоненко. Родился на Сахалине. И хочу свой рассказ о моей встрече с моими восточными соседями, с корейским населением, которое произошло у меня очень давно, почти 65 лет назад. Я называю это моё счастливое корейское детство. Мы росли в старых японских бараках, в кварталах, где было в нашем окружении. Жило пять корейских семей, две русских семьи у нас было, и одна семья была японская. У нас был общий двор. Это была система такая, пяти дворок. Общие стены, дома все ходили, двери открывались вовнутрь все. И в момент, когда двери эти раздвигались, раздвиженные сегодня японские, мы видели друг на друга, мы видели каждую семью. Потому что бабушки корейские и мамы корейские, они все открывали, выносили после ночи, надо было подушки, все это проветривало всегда. Чистота всегда. Это было вообще, это особо отличительное, как я понимаю, черта корейского народа, это чистота. Потому что родители, родительницы, женское население, как правило, не работало, в силу того, что они тоже там маньяки, лентяки и прочее. Во-первых, детей много было, детей, наверное, воспитывали. Во-вторых, не знание языка, куда они, беспорядок. Мужчина еще там мог где-то что-то объясниться, как-то где-то на работах нулевого цикла. То есть они землекопы были, плотники там, опалубку делали на земных работах. Они, правда, хорошо оплачивались, работали, но это была тяжелая, обычная работа. Или вторая категория была, которая в огороде все, что делалось, все это продавалось потом. До уровня Синдика, там, там, сам щепчем, я, Иго, Иго, на туги сарам, да, возьму, там, Айго писаю, он, говорит, ага, ам писаю, я, не, Иго, вообще, чё-то, 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 чё-то. Ну, они говорят, андя, ну, это в андя к младшему, да, так, андя ещё к старшему, видимо, так, андя, да, все, ну, там, чё дела, какие-то, какие-то фразы. Я не старался очень, запоминались просто. У нас во дворе был свой ансамбль даже, значит, несколько старших корейских граждан были гитарой, в одной был саксофон, а самодельный барабан, они, там, танцы. Наш у дяденька ходил и баяном, играл, и они, значит, две гитары, и вот. И особенно запомнилось это, конечно же, праздники, корейские праздники, не рождение, 60 лет, это почти такое зрелище вообще, когда празднуют корейские 60 лет родителям. И вот День освобождения Кореи они там праздновали, и одевали ярко-красочные эти костюмы, чё горе. И вот это мужские, женские мужчины, нам там ещё смеяли, мы не понимали, смеёмся, у них такие шароваренькие, смеёмся, да. Ну и вершина всего, это, конечно же, угощение, это сладости. Мы там чуть ли не в драку, зато, да, кто будет колотить колотушкой этот рис, там, ступо деревянная колотушка, потому что нас отгоняли, взрослые говорили, что всё рассыпите, не умеете, мы да умеем, вот мы там по очереди этой колотушкой его сдобим. И в награду потом и свои сладости эти рисовые, знаменитые, да, разноцветные, там, покрашенные, там, всяким краской мы это кушали, да, всё видно, очень было вкусно тоже. Второе, наверное, событие, это когда массовая засолка кимчхи, да. Конечно, вы знаете, что мы, россияне, обычно, тимча говорили, там, тимча, неправильно, да, хотя все знают, там, кимчхи, правильно. И вот, потому что засолка требовала очень много людей, ресурсов, потому что нужно очень много воды, а вода только на колонке, это все дети таскали, вёдра, особенно мужская половина, мальчики все, с вёдрами. Нужно десятки вёдер воды, всё это в корыток, всё это мочилось, вымалось, каждый листок промывался и так далее. На столе, когда это паста красная, как перцевая, каждый листочек там промазывали, там, никаких там это разовых перчаток, это просто мазалось, всё это, запах до сих пор, где-то помню, всё это укладывалось, резко, полам, там, на дольки, всё это, и всё это в бочек, в бочек, я помню, наверное, 20 саливок мы давали, и это каждая семья, потому что это нужно всё едимое, ибо как мы потом, мы тоже потом привыкли к этой пище, и ведь эта пища кимчхи была ежедневно, она просто в разных вариантах была, варёная, не варёная, с редькой, без редьки, дольками, без дольки, там, с жирью, но она была ежедневно. И вот разговор вспоминаю, когда они проносили лапуки, там, ещё какую-то калужницу, там, всё, мы, да, бабушка, мы там, лом-навром, говорили, такие, это нет, 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 это деликатесы, это вот, потому что, нет, его кушать, очень, поэтому всё научились, всякую траву кушать, и всё это очень вкусно, кушать, трава, очень вкусно, всё, чё-то, чё-то, чё-то вкусно, а мы, мы сейчас, деликатес, там, папоротник, это, казалось, всё очень просто, обыденно, люди приспосабливались в жизнь, то есть вечный голос, всегда не хватало, семьи большие, этого риса не хватало. Пошёл первый класс в школу номер 9, это была бывшая в японском здании, большая двухэтажная школа, очень большое простояние, в этом же здании, совместно с нами была корейская школа, школа номер 8. Корейские школьники, в отличие от российских школьников, прически, были очень рёстко легламентированы, это была очень короткая стрижка ёжиком, или поначалу в младших классах просто на вас они ходили, да, и дисциплина, сказать, что там никакая, там дисциплина была, слышно, как муха пролетает на уроках, если учитель рассказывает, наверное, всё, никаких, тишина. Вопросов, в отличие у нас, задавались мало, я спросил, почему, он говорит, ну, неудобно ставить учителя, а если вдруг он не сможет ответить, учитель должен для них Бог, он должен знать всё, если учитель говорит, что Земля квадратная, так оно и есть. Всегда вспоминаю, что мы там пойдём побегаем, портфель там опинаем, там футбол, им пойдём там, мы с вами, парень, 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 не, не могу, откуда, в огород надо идти копаясь, родителям помогать, там, взять братьям, младшим, там, у них тяжелее было детство. И наши сверстники корейские ученики научили нас одну игру, которая у нас надолго вошла, ну, вот эти прыжки на досках, это нам очень было популярно, А взрослые играли, да, Мадьян, Маджон, все это в кости они, а мы наблюдали, они отгнали, нет, нельзя, запрещено, вы знаете, в советское время было запрещено почему-то играть, они собирались ночью, там взрослые, у нас детей там нет, мы угоняли, все, мы там подглядывали за дверь, играют в кости, там какие-то комбинации, я не знаю, для этого нашего понимания была очень сложная игра. А еще мы встречались с ними час, всегда был корейский кинотеатр с Харинским, на улице Вокзальная, да, там шли мультфильмы, мультфильмы советские, но на корейском, либо с переводом уже, вот, «Конёк Горбунов» был дублирован на корейский язык, и очень много корейцев ходило, фильмы было корейский, а, война русская, корейская, американская война, 50-53 год, и фильмы, естественно, поставляла северная Корея, поэтому они все были военные, но сюда в основе была какая-то трагедия, забрали ребенка, семья, или убили, плач, они уходили в партизаны, чего-то там взрывали, мы смотрим, так, все плачут, ура, там, стрельба, пах-пах, они плачут, и вот сейчас, по-моему, я же говорю, вы же, никакого намека какого-то там на эмоциональное, там, рознь, какую-то почву, прям, все были одинаково, бедные, просто они были еще пятнее. И вот немножко, может, упрек в вашу сторону, скажу, современные дети не хотят учить корейский язык, я всем говорю, пойми, это не то, что там ты корейский кто-то, это язык твоей родины, твоей исторической родины, твоих предков, на бытовомы хотя бы уйдешь, чтобы разговаривать, никто не должен писать, литературный язык знать, но алфавит, и читать хотя бы, хотя бы понимать, и уметь говорить, хорошо, надо развивать и продолжать, чтобы дети не забывали язык, одежду, айбыти, традиции, чтобы мы взаимоприкли, взаимоприкали, взаимоприкали в эту культуру, жить надо, поскольку мир это лучше любой, любых разногласий.